Хорошие новости пришли из деревни Лабожской администрации Заполярного района. Муниципальное предприятие «Север-Жилкомсервис» выполнило работы по замене резервуара для технического водоснабжения в Лабожском. Проблема обеспечения водой, пригодной для использования в быту, практически решена. Осталось только дождаться анализа проб, которые будут готовы на следующей неделе. Об истории вопроса расскажет Наталья Дуркина. Эти кадры были сняты в январе 2021 года. Тогда наша съемочная группа приехала в деревню Лабожская по просьбе обеспокоенных жителей. Как выяснилось на месте, ранее лабощане не испытывали проблем с обеспечением водой, поскольку она подавалась через водонапорную башню и была чистой. Но в конце 2020 года систему водоснабжения обслуживающая организация «Север-Жилкомсервис» решила поменять, так как подавать воду через водонапорную башню было нерентабельно и энергозатратно. Воду нужно было прогревать и поддерживать определенную температуру, чтобы в холода не замерзала. В декабре 2020 года сюда, в Лабожское, привезли емкость, с помощью которой решено было освоить новые технологии по обеспечению водоснабжения. Местным объяснили так – замерзать не будет, да и на отоплении сэкономить можно. Однако зимой жители забили тревогу. Вода оказалась абсолютно непригодна даже для технических нужд. «Север-Жилкомсервис» хотел провести модернизацию своего производства, так как подача воды с башни, она энергозатратная и очень дорого содержать. Вот эта система подачи воды, которая новая, она более эффективная, но что-то пошло не так, и «Север-Жилкомсервис» обещает эту проблему исправить. Население убеждали – вода техническая, поэтому несколько отличается по цвету. Да и запах специфический, потому что емкость якобы новая. Однако использовать такую воду жители категорически отказались. Так вот, я не знаю, как такой водой мыться, я даже попробовал помыться, когда пришел с работы, я не мог. Надо выпачкаться, навесить, спачкаешься больше, чем вымоешься. Кошмар был. Как этот, как сигарел из-за того, потом лопа загар какой-нибудь получил. Так мало, так еще керосином будешь пахнуть. Ну, точно, прям пахло керосином. Пахло, пахло, а запах такой шел. Пробы воды брали неоднократно. Однако у всех был один ответ – непригодно. По результатам осмотра было выявлено значительное превышение железа окислившегося. Было принято решение о промывке данной емкостью, обеззараживании и последующей промывке. Превышение окислившегося железа вызвано тем, что емкость значительное время, более трех недель, находилась без циркуляции воды и осуществлялась непосредственно обогрев этой емкости для того, чтобы она не замерзла. Однако местные жители придерживались другого мнения. В интернет вышли, что керосин не вымается ничем. Соляр можно, бензин можно, керосин впитывает в железо. И мы объясняли, что будем промывать холодной водой. Как он ее промоет? Она ночь постояла, она все равно берет свое, и воду даст это все. А у нас же бабушки, дедушки тут. Жители были правы. Повторное промывание и обеззараживание не помогли. А зимой деревня и вовсе осталась без воды, потому что чудо-бочка замерзла. Было принято решение подавать воду, как раньше, из водонапорной башни, пока не придет замена. Новая емкость на смену «Непригодные» прибыла в Лабожское 17 сентября текущего года. Да, жалобы жителей были обоснованы на качество воды, которую начал подавать в Северском селе с предыдущей емкости. Поэтому она и была заменена на новую. На сегодня, во-первых, емкость новая, значит, вода уже по определению не будет грязной. Во-вторых, смонтирован механический фильтр очистки. Небольшая степень очистки, но смонтирована. Поэтому вода будет чище, чем та, на которую жаловались. А каков будет ее реально качественный состав, узнаем после проведенного лабораторного анализа. Жители деревни считают, чтобы вода была хорошая, необходимо заменить не только емкость. Нужен комплексный подход. Сельские знатоки утверждают, что глубина скважины, из которой вода поступает в емкость, а потом в дома, должна быть больше. А значит, стоит пробурить еще глубже. Ведь рядом ферма. Нечистоты могут попасть в воду. Ферма, станция, здесь жижа прямо вытекает. Все. Короче, много вот этой белой штуки после кипячения. Ее надо все равно бурить где-то в другом месте или что-то там, не искать воду. Но это не пойдет, она все равно вода. То, что они бочку сейчас поменяют, а вода-то все равно там, пусечка там, аммиаки нету, это аммиака. Ну, там какая-то другая, вот эта лизвич какая-то белая, налет. Ну, они обещали же бурить, так что. Другие жители деревни выступают за то, чтобы вернуться к старой системе подачи воды через водонапорную башню. Однако это дорогостоящее удовольствие. Ведь для того, чтобы вода не замерзала, ее приходилось подогревать. Мы знаем, какова цена электроэнергии у нас в населенных пунктах, где она вырабатывается с помощью дизель-генераторов. Поэтому даже техническая вода стоила очень дорого. Сейчас, перейдя на скважину, уйдя от дополнительного подогрева в водонапорной башне, себестоимость куба резко снизится. Население это не почувствует, потому что населению вода субсидируется. То есть, население платит по тарифу воду, а не по себестоимости. А нагрузка на бюджет будет значительно ниже. На сегодняшний день новая емкость для водоснабжения установлена. Взяты пробы воды. Что они покажут, узнаем на следующей неделе. Наталья Дуркина, Алина Ваучийская, Леонид Шишлов, Телеканал Север.